что друзья достаем ручки двойные листочки сегодня придется много записывать потому что в нашей студии мастер афоризмов лёш житковский курсе про правила шоу ты знаешь что нет я вообще ничего не знаю расскажи мне я тебе рассказываю здесь сидят твои фанаты все эти люди которые еще раз я надеюсь тебе будут предлагаться 5 раундов в течение всего шоу если ты с каким-то из них не справишься то наказание будет за тебя принимать твой фанат у вас как раз на очереди первый раунд я предлагаю выбрать кого-то из этих прекрасных ребят кто если брукчо выберем а я не знаю кого зовут извиняюсь я тебе подскажу вот просто тыкни пальцем я помню всех по именам давайте вот молодого человека в очках молочек в очках напомните как уставу артур точно бро выходи выходи наказание которое тебе сейчас вот светит если лёша вдруг не справится с первым раундом она даже ну и он даже наказание назвать сложно тебе всего-навсего придется весь выпуск есть хачапури знаешь почему хачапури если пять лет следишь за лёшу конечно потому что я люблю хачапури потому что лёша обожает хачапури я тоже люблю хачапури ну он знаешь он вкусный только когда горячий тебе скажите холодный ну он уже да ты знаешь и с яйцом с соплёй такой мерзкой да он уже ровно так и есть да смотрите вот их очень хорошо видно отсюда а такие ничего все так много лодочки это лодочки ну ты худенький тебе в принципе нормально будет окей ребята первый раунд это раунд вопросов тебе надо отвечать либо правильно либо просто честно и первый вопрос сразу в лоб лёш твоя реакция когда вот прям последний раз крайний раз мужчина принял тебя за женщину что-то ему сказал ничего он хотел взять у меня номер потом он опешил что я я это я еще раз просил у меня номер я говорю о нет я вообще не знакомлюсь по мне что написано что я в зоне поиска я не понимаю что у столба понимаешь ищу вот и ну и соответственно он там типа сказал мне что если быть таким высокомерным то вы останетесь один ну да спасибо вам покиньте мою территорию принято спасибо лёш спасибо это круто смотри лёш мы хотим придумать себе на урингтон это второй же вопрос на звонок и нам нужен звук твоего максимального удовольствия как бы на пике ну ты понимаешь о чем я а я человек очень тихий так так ну то есть это молчание или все-таки есть какие-то вот может быть нет ну когда такого у меня нету грамма суши но на низких частотах может быть не слышно нет у меня нет такого что прям ты не слышишь дома ну что там чтобы ты мог воспроизвести да пусть даже вот то что сейчас слушай на самом деле ну давай вот так да записано и наш продюсер уже устанавливал два раза одинаково заметили а это кстати мой ребят идем дальше смотрите игру стиля это неоспоримо хотя знаю ты не любишь вот эти всякие возвышения тебя в ранге не люблю велика стильных гуру короче смотри я сейчас тебе вместе с митей мы подготовились и сделали такую шкалу стиля но она будет измеряться в литр по жидковский литр и да все понятно понятно вот и надо будет хачапури бухло я уже понял ну да нужно будет расположить известных людей сейчас я их фотографии здесь разложу ты сможешь посмотреть проанализировать пожалуйста и разложить их вот по шкале литра стиля в ком больше всего литров стиля пожалуйста смотри какие есть у нас фотографии показываю саша будков так ой сашечку будкова я люблю и до сюда егор тимотович крит так пожалуйста так 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 боже мой сколько золота алишер великий просто джига джига тоже люблю добавить да пожалуйста и николай золотой голос россии басков пожалуйста давай басков конечно же и вот она смотри там вот на этих это не просто фотки это стики смотри это те маркер если что-то можно писать отрывать да можешь отрывать и прям клеить башка давай начнем с николая баскова но лёш хочу заметить что все таки слушай подожди мы же отталкиваемся все равно главное не как человек одевается а главное какой он человек да и как мы очень встречаем мы не по одежке а встречаем разумеется почему правильно по одежке но некоторые встречаем бомба хорошо да николай басков ну хоть и как бы я бы так не оделся конечно потому что всего очень много но он очень обаятельный милый молодой человек а поэтому мы за его обаятельность и за золотой голос россии давай куда которая неделях мы ставим ему 7 ну кого там они делят с филиппом и дружище дружище мы 7 неплохо муси до джиган джиган я обожаю он вообще такое очень мы с ним виделись у насти на день рождения он начнем на стиле и влево да и мы с ним до этого болтали clubhouse и он такой очень нравится что он такой очень добрый ну да и знаешь он как бы без какого-то там ну знаешь добрый человек слова от него плохого не дождешь за его доброту я хочу ставить ему 8 блин подожди а там есть еще гудков ну блин а гудков здесь поставим короче за его доброту поставим ему 8 давайте джигану да за его доброту во первые джиганом перри перемекаем баскова или как мы ставим ну как ты думаешь ему бы понравилось это кому джигану нет джигану не его баскум перекрыла баску мне кажется он все тогда да да не ничего все релочи можно горизонтально даже можно горизонтально блин сушен давай это как-то совсем давай приклеим так но алишер что алишер заработал у нас женщина будет поместить жирнала гламур да это правда ну суши надо ему поставить мне кажется 99 за это уверенно залетает на девяточку алишер моргенштерн да егор крит так егор критка не актером отношения с негор а егор крит меня выкладывал к себе в инстаграм лет шесть назад я помню вот и он меня выложил я не помню что этом говорю какую-то гапи опять несу тварскую то есть он просто сделал это как муд он твой пост репостнул или у нас нашел это где-то видео там не было моего никней у меня стали там все отмечать мне кажется было году в 2013 больше получать что мы даже обязан к вам немножко поэтому два наверно ну а суши поставим ему на мы все будем ставить хорошие суши ну вдруг потом знаешь совместный туда да да там а не понимаешь увидят потом всем девятки семерки восьмерки и парень давай запишем и еще и бесплатно знаешь ответ на планирую запеет лишь по за а ты планируешь запеть слушай я планирую запеть ну да планирую запеть но пока только запеваю знаешь не пою давайте поставим егору на талантливый парень поставим ему давайте 8 джиганом и горит ставили а его поставим 8 ну конечно же гудковой поставлю 10 гудков моя любовь смотрите никто из этих лиц не опустился ниже даже пяти даже шести баллов видите человеке ну принято еще раз можно посмотреть на эту шкалу там так хорошо поналеплено всех видно всех видно это главное ну лёш ну смотри раз ты так здорово другого эпитета не подобрал разбираешься в стиле ты наверняка должен разбираться и в терминологии стиля верно нет слабенького тебя конечно давай проверим потому что может быть это будет как раз шанс для артура наевса сегодня хачапури я тебе буду называть какие-то термины и ты должен греть что это гладиаторы это я такого должны разучить гладиаторы это все связано с брюками этого я думаю что другое мне я не знаю что вычеркиваем это сандалии если это сандалии такой штуки господи понятно а я не знал что они называются гладиаторы просто я буду знать вот ты забыла но следующий ты точно знаешь картуз это ты любишь картуз это сам как право нифига не картуз такая же смотри нет я тебя видел от сочи недавно на фестивале одном и ты там был в картузе ходил два дня я-то думал что этот я понял года это ты между моей шляпы да у меня ассоциация как фрата под пиджак и ненормальный всегда фуражка защита варка да я называю фуражка ее картуз а вы сегодня в чем я в картузе свой до в чем-то глэнчик это глэнчик да глэнчик глэнчик это знаешь как-то такой сленг типа глэнчик да как-то глэнчик я не знаю что короче это разновидной шотландской клетки а но я думаю артур не расстрелся что он чуть-чуть поезд на хачапури бесплатно тем более мы благодарительное шоу он еще в том же студент так что это вообще супер можете пенди теперь не тратить с собой забирайте друзья это все еще шоу фанат ответит с нами все еще леша житковский и у нас второй раунд перед тем как мы начнем давай определимся кто если что давайте руслану руслану приходи к нам пожалуйста присаживайся садись тебя ждет следующее тебе нужно будет накачать губки специальной машиной ну как машины приспособлением это такое с одной проверишь идется больше объема или нет сама сама себя как бы себя и втягиваешь и они у тебя должны стать такие большие после чего ты возьмешь перфекто перфекто грасиас и ты собственно все что я знаю и ты должна еще снять будешь stories с текстом королеве плевать что говорят за спиной ее мыши ой но это вообще не проблема моя стандартная так можно будет мне эту фразу повторить потом когда буду снимать конечно мы все произойдут только в том случае если лёша не справиться с раундом какая задача в этом раунде знаете такую игру what's in the box угадать что внутри да прекрасно сразу чеками научился в италии прекрасно разбирается в английском что я английский 92 балла по эгэ но как бы я просто сижу ну да но твоя задача угадать что в каждой коробке пожалуйста могу подсказывать вы можете если а у вас еще какие-то телепатические есть науки я увлекаюсь сцены какого-то не дорого так что а как ты будешь подсказывать наш будет в черном каком-то этом самом попробую пожалуйста и так что у нас на очереди лёша где-то глазами мы знаем что ты боишься насекомых именно поэтому у нас сегодня не все просто вся студия кишит насекомых нет я надеюсь не может у меня там сразу же это сам живое там живое что-то может быть вот живое что-то может быть вы блин я давай страшно подожди я страшно больной да я боюсь не переживай такого сражения я бы сказал я бы так сказал там скорее всего нет ничего что ты никогда не держал в руках но так делать головой когда так делаю а все это это так ну давай подумай хорошо это ой это мне кажется знаешь что кроличье ушко какой-то хопат обетовского кролика вот это вот прорезь это вот как просто вот этот вот на ощупь вот этого штучка она вот как знаешь в дешевых советских игрушках вот так я помню подорвал вот это вот вот это вот это вот это вот это вот да это точно что-то к чему-то пришивается слушай а если не ушко то что еще какие еще части кролика хвост есть это меховой хвост лёша жестковский угадывает что первой коробке а это не кролик а что это енот возможно 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 мы уже никогда не найдем хозяина а мы прям вот так типа стресс на стрессе сразу же мы должны будем болтать у тебя вторая коробка на очереди для вторая коробка и там да как раз то что я думал пожалуйста лишь я следил у тебя удобно можете стол подвинуть эти точно не разбегутся поэтому они уже почему так далеко ставить зима буза сбоку я сразу же потрогал и все надо чтобы раз меня не нужно бояться зрительство кубле а что это такое там сидит на в тарелке вот тарелочку нужно залезть рукой ли что это это мерзость зачем ты в тарелке потому что потом очень о боже мой что это такое так есть предположение а боже мой это сосалки так это червячки это червячки лёш а что ты называешь сосалками давай или кого-то это червячки и с кислой присыпки сохраним интригу руслана вы телепатическими своими какими-то способностями подожди они длинные или короткие червячки они такие должны быть разноцветные выйдет на стороне насыпка какая-то есть да да кисленькая точно я думаю сто процентов это мармелад то червячки да подожди и я так я еще не сказал пожалуйста лёш конечно червячки все принято это действительно мармеладные вот червячки и они съедобные чистые тарелка чистая их можно съесть если хотите да вообще ничего так итак третья коробка пока лёша угадал все что там было о тихо 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 уходят а почему это такое мерзко ну слушай давай же это знает одному богу известный так и руслане как такая знаешь она такая как вот не бритые ноги такая да как бы совсем не бритые всю жизнь знаешь это вот вот здесь вот как бы как будто вообще бритвы в жизни не видел а это этот самый не ари этот кокос да нет ну-ка ты это твой финальный я думаю что да кокос абсолютно верно я обожаю что здесь немножечко так накрошена уже просто как бы такое ощущение что с какой кокоса просто я кому как насилие кокоса лёш это я вообще не сомневаюсь но она не выпрыгивает не выпрыгивает не убегает она уже думаешь там взять когда мышь там типа или что-то и я как бы так сделано рванет сразу или там это знаешь ужасная у меня жила это самое шиншилла нет как ее называют морская свинка она так кричит фрэнсис фрэнсис слушай у меня что-то зажило таки у меня подруга купила квартиру для своей морской свинки в люберцах сказала мы с ней психологически не подходим друг другу поэтому мы решили с моей мамой что морская свинка поживет какое-то время отдельно от нас они купили отдельную квартиру свинки да и наняли прислугу чтобы нового человека который за ней ухаживал там кормил и так далее тем временем что это лучший на самом деле на ощупь в силу того что я о боже мой на ощупь это знаешь что я сначала думал это баклажан но мне кажется теперь что это какая-то такая паштетная колбаса знаешь конечно это колбаса колбаса паштетная либо обычная либо такая с салями нет не салями а которая как знаешь останутся такая раз прожилка у я же говорю с прожилками которые приятным флером самолете так последняя коробка последняя коробка лёша там что-то во первых очень близкая к твоей руке будь осторожен ты с этим точно имел дело держал это в руках может быть не только в руках еще где-то держать ну а что там такое держала в руках на много чего держал ну вот знаешь как бы там столько всего было в этих руках что как бы я не знаю что укусит что это слайм да как ты это делаешь все время как как ты угадываешь ты не оставляешь шансов рожки ой да я знаю такую меня на на вкус что ну короче приятно пахнет тоже скажи я таким тоже подушился друзья раунд окончен фанат не пострадал кто следующая жертва так прям салфетки так вот рэгбистка рэгбистка лиза пожалуйста выходи к тебе предстоит поцеловать жабу делал это когда-нибудь честно говоря да реально понятно ясно спасибо целью ну как типа принц все дальше можете а вообще этот раунд называется у нас фанат против потому что здесь гость стремится с фанатом со своим чем вы будете соревноваться ребят надеюсь да как же уже припоминал она здесь очевидно у тебя больше шанса чем в рэгбе если бы это было рэгбе но одни рэгбе я уже говорил что ты боишься дырочек то есть правду стран да ты знал что это называется 3 по фобе 3 по ходу 3 по фобе мы позаботились и теперь мы тоже боюсь просто это неприятно вообще не зачем делать дырочки вот эти вот дизайн с дырочками зачем в этом каплю с миллион пыли подойти дырочка ничего они что-то значит вообще спасибо лёш за этот налог внесите дырокол не сиди дырокол пожалуйста и книги алексея житковского который называется жизнь одна жизнь одна это аббревиатура ребята вы сейчас будете проделывать дырочки лёш в твоей же книге лично хорок зубки да ну мы уже уже не мои бабки печаталась поэтому в принципе вниз мы их уже купили чтобы ваша задача усложнилась нам накладные ногти вы не брать это не навредит вашего меня хотелось по у меня ни разу не было накладных ногтей я всегда хотелось как раз это будет очень профессионально и будет просто и хочешь короче когда они слетали сразу я же не умею да волой ты здесь вот волой ты только что была склейка в которой мы налепили ребятам ногти а это значит что усложнили задачу что им предстоит вам предстоит проделать дырочки книги алексей житковского и кто их больше соответственно проделает за давать за три минуты за три минутами давай за минуту за минуту в общем за минуту кто больше наделает дырочек кто-то выиграл 321 погнали господи что происходит то понимаешь да они не загоняются блин слушай короче она тяжело загоняется а как они это у меня вообще не загоняется приставка работа такая целыми днями это делать а у нас все время уже двадцать секунд прошло так много делал уже леса подожди как у меня не загоняется туда загналась а знаешь я понял смотри когда нет ты не смотри это делать свое друзья мы вернулись мы вернули мы решили знаете что сделать мы решили не считают дырочки на книг мы решили вывалить вот так вот все оттуда и посчитать своими большими ногтями все мне уже даже нравятся эти ногти лесно как нам соответственно посчитать все ногтями сколько кто насчитал включайте музыку считаем 1 2 3 4 ребята считают у кого было больше дырочек и это уникальный 9 10 11 12 13 14 15 16 у меня 19 лица у тебя точно поменьше но не множество занесите жабу пожалуйста потому что лиза ждет ее приятное наказание позже ты будешь с ногтями и трога не покажи у вас так там сидит в коробке смотрите смотрите это жаба сидит но прошу ваше внимание это во первых это живое существо оно заслуживает уважение там дырки мы все это девчонка в коробчонке мы просто целуем жабу и дальше она идет жить своей жизнью к своей жене и никому об этом не рассказывает до конца жизни три жаба это лёша жидковский это лиза я не люблю друзья жаба аккуратненько ой какая она приятная да да но в твоих руках приятно нет не хочу а ты и там только трахею не передвиж ногтем страстно очень листы увлеклась уже все отпускай друзья вы смотрите шоу фанат ответит просто напоминаю вам об этом и лишь давай выберем жертву да а почему я выберу давай я выберу хорошо мне кажется что вот здесь не хватает галя наверное рядом с нами галя пожалуйста выходите лёш знаешь что будет ждать галя что галя знаешь что будет ждать целовать ноги нет целовать ноги но после жабы я уже знаю что может гальте вы ждать экспресс наращивание ресниц мы посадим тебе потрясающие красивые ресницы для уже есть мы тебя наручная она слава богу попробуешь как вот на речь но мы сажаем на клей момент этот тонкий нюанс не будем застрелить и его тонкий нюанс но это не юмор это правда слушать девочку оставить вообще будто бы она не знаю после радиации до профессионал митя ровно 0 бровей наклеил на сегодня и ресниц так и что же у нас там и что у нас в этом раунде очень интересный очень классный раунд знаешь такое ахигао ахигао это такой японский что-то я не знаю я тебе расскажу смотри в процессе пола акта происходит кульминация у участницы этого акта а у участника или участника неважно и вот процессе этой кульминации фикси фото фиксация наступает его лица делается фотка короче его лица я тебе покажу три фотографии ахигао и тебе нужно будет их повторить эти выражения у меня было такое здание когда-то уже нет у меня же не двигается лицо это не снималось на видео посмотри пожалуйста это вот фотографии 3 ахигао который мы предлагаем тебе повторить и что самое главное лучше я буду фотографировать а на твой может мне это не повторять ну вот это точно понимаешь что это что это ахигао папа меня потом убьет он скажет лёш ты куда или мы скинет скрин его жена и скажет смотри-ка твой сын вебкамит и потом знаешь что я скажу ему папа это не так короче нужно будет все таки это сделать если ты есть открыт может казаться но тогда фанат сразу а какое задание давай нарастим тебе ресницы ты переживаешь я тебя умоляю давай попробуем а вы уверены что наращиваете вот эти штуки от ресницы до ресницы да да там просто по ресничному краю делаешься на клей момент это без артём я ты еще раз тренировался никогда что очень много советчиков я тысячу раз одарел давайте слишком хорошо будет давайте это наказание все закрывай глаза быстро раз раз и все тем ты наклеивая вижу да так кому-то я только коснулся галя давайте на нарастим ей как можно сейчас визажистов внизу знаете сюда на раз мы сделаем как на мэтт галла знаешь когда много глаз давай давайте он клей и датем я готов я готов там давай секунду очень красиво давай водой не сливает это мой любимый клей уйдем 2 2 просто суп идеально мы сейчас вышли к самому на самом деле волнительному раунду раунд называется звонок другу перед тем как я объясню тебе его суть мы по традиции выбираем жертву я выберу ты выберешь кто-то еще в этой студии любишь делегировать а кто у нас еще не было ну давайте вот девочка да выходи к нам пожалуйста как тебя зовут катя очень приятно ты готова пожертвовать своей репутацией в этом раунде если вдруг лёша не справится задание ну будем надеяться на лёшу репутация ребят забили я не могу честь достоинства или что-то короче я рассказываю я рассказываю что предстоит тебе сделать если вдруг лёша проиграет наказание для тебя тебе нужно будет позвонить своему отцу и сказать привет отец или как ты обычно папе берешь привет отец ну привет отец папа привет папа это мой новый парень его зовут лёша по видеосвязи кайф ну все а что надо лёша да дорогой теперь задание для тебя прочитай пожалуйста текст который тебе нужно будет произнести позвонив любому из своих друзей вот там есть написан текст пришли слуху песню со мной в ресторане недавно познакомился парень попросил телефон я ему дал он кажется меня не узнал думает что я девушка парень очень симпатичный одет так стильно был в хорошем ресторане познакомились то есть думаю что он при деньгах и вот он сейчас просит кинуть фотку моей груди а у меня ее как бы нет можешь присфоток свою грудь я ему отправлю не хочу пока раскрывать ему все карты и все свои изюминки повеселюсь лёш ну вот так этот самый но киевский смайлик один глазик оп и один открыт так ну слушай ну в целом и общем мне кажется что моя подруга не поймет этого абсолютно это очень не в моем стиле так лан давай позвоним ландово позвоним саша не давай дарине она повеселее мы там и полу и там и получше она повеселее в том плане по юмору саша миша скажет лёш ты чё ты типа ну болен алё дарин привет слушай короче разговор на 10 секунд со мной в ресторане недавно познакомился парень попросил телефон я ему дал он кажется меня не узнал и думает что я типа тёлка парень симпатичный одет сильно в хорошем ресторане разумеется мы познакомились как обычно мы понимаешь короче думаю что он при бабках и вот сейчас просто скинуть фотку моей груди а у меня ее как бы нет может пожалуйста сфоткать свою грудь и я ему отправлю не хочу пока раскрывать ему все карты и все свои изюминки настроение повеселиться давай все целую давай а вот это дружба пацанские павлики дай позвоню скажу что она это самое мы можем сделать перерывы подожди пусть выкинет на мой номер спасибо не вы сохранили твою честь спасибо не потеряна одна из вечеринок лёша это шоу кончилось не знаю к твоему к твоей радости или к твоему огорчению но она подошла к концу и знаешь как мы огорчению конечно спасибо это приятно но знаешь зато еще еще одно огорчение но ты проиграл в этом шоу как хотя по вайбу ты абсолютно абсолютно здесь победитель сегодня но на самом деле умную мысль ни одна не лезет в голову обычно не забудет перечень цитат алексей житковского выберите сами любую из его умных мыслей в общем у нас правило такие если ты проигрываешь то ты поднимаешь кого-нибудь из фанатов на руки если бы ты выиграл они бы тебя все вместе давай самого худенького давай кого сейчас тебя мы точно не будем поднимать можно не смотреть на меня я сама поднимешь еще и в стену кинешь давай тебя да выходи а